тема побега из мест заключения всегда волновала писателей и сценаристов однако изобретательность преступников порой превосходит фантазию авторов литературных произведений иногда заключенные которым кажется что уже нечего терять разрабатывают самые дерзкие варианты побегов в этом видео мы расскажем о пяти самых дерзких побегах из российских тюрем одними из самых нашумевших побегов последнего времени был побег олега топалова в 2013 году из столичного сезон от русская тишина где он содержался 7 октября 2011 года 32-летний житель сочи олег топалов был заключен по стражу решением пресненского суда москвы 17 октября 2011 года следствие обвиняла его в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в частности убийство двух лиц а также незаконном обороте оружия предположительно он входил в группировку дмитрия лесникова известного в криминальной среде по прозвищу лес за выявленные преступления топала высветила суровое наказание вплоть до пожизненного заключения предварительные слушания по делу наемного убийцы были назначены на 20 мая в ростовском областном суде куда преступника должны были доставить из московского следственного изолятора матросская тишина однако в начале мая обвиняемый как минимум двойном убийстве смог убежать а побеги топалово стало известно утром 7 мая 2013 года когда инспекторы не обнаружили его в камере 409 в так называемом малом корпусе как выяснилось позже он проковырял столовой ложкой мягкий потолок проник вентиляционную шахту и добрался так до крыши соседнего здания спустился по связанные с простыней веревки до окна третьего этажа после чего бросил принесенное собой одеяло на колючую проволоку забора и прыгнул на него спустившись с ограды матросской тишины он оказался на территории соседствующего сизо трамвайного депо беспрепятственно прошел через турникет депо и покинул пост охраны выйдя из депо он направился в сторону находящийся рядом набережной яузы там пущенная по его следу служебная собака потеряла след на поиске топалово было брошено около 100 самых опытных сыщиков угрозыска полицейские опасались что обвиняемый в убийстве может взять заложников и совершить новые тяжкие преступления на следующий день на топалово в измайловском парке наткнулись два сержанта кинолога из увы до восточного округа москвы они же его и задержали как выяснилось ему попросту некуда было идти к тому же при побеге он повредил ногу полицейские получили за это благодарность от руководства также премию по 100 тысяч рублей сразу после задержания топалово переместили в столичное сезон номер пять где его поместили в карцер против него возбудили уголовное дело по статье 113 у к рф побег побег топалово стал причиной масштабных проверок и зачисток среди персонала сезон матросская тишина и всен следственный комитет предъявил обвинение инспектором дежурной смены 30-летним александру синьковского и виктору добрынину по итогам служебной проверки были наказаны 25 сотрудников сен двое уволены остальных понизили в должности всех лишили премий легендарный криминальный снайпер александр салоник трижды самовольно покидал места лишения свободы последний раз это был следственный изолятор матросская тишина из которого до него не удавалось бежать никому впервые салоник сбежал из зала курганского суда после первого своей жизни приговора восемь лет строгого режима когда конвой стал выводить осужденного из зала салоник внезапно попросил судью о свидании с женой воспользовавшись заминкой александр ударами расшвырял конвой выбил окно и выпрыгнул со второго этажа искали его полтора месяца и задержали в тюменском косметологическом салоне где будущий убийца московских авторитетов собирался удалить особые приметы родинки на лице и татуировку на руке в виде короны следующий побег был из промзоны колонии сварочным аппаратом салоник вырезал дыру в канализационной трубе и был таков в трубе охрана нашла лишь его бушлат сам александр выпал из поля зрения милиции на целых четыре года с поддельными документами он жил в москве совершенствовал мастерство снайпера совершал заказные убийства а свободное от работы время проводил на европейских курортах в компании красивых девушек попался он нелепо на петровско разумов скам рынке милиционеры попросили салоника предъявить документы в ответ он открыл огонь продемонстрировав феноменальные навыки стрельбы на бегу через плечо из пистолета глок преступник убил троих милиционеров и ранил охранника ответная пуля попала киллеру в почку от болевого шока он рухнул на тротуар и был схвачен последствии салоне как вот на рассказывал о совершенных убийствах признавшись в общей сложности в двух десятках преступлений и обсуждал со своим адвокатом какой костюм надеть на суд приговор ему был очевиден за убийство милиционеров не говоря о прочих смертная казнь в ночь на 5 июля 1995 года охранник матросской тишины сергей меньшиков передал салонику пистолет и альпинистскую веревку спрятав под одеялом манекен они оба поднялись на крышу и спустились на улицу по веревке по одной из версий меньшиков был внедрен в охрану тюрьмы специально для организации побега салоника а другой подкуплен за 500 долларов через четыре месяца он был убит в афинах куда бежал вместе с александром в августе того же года через два месяца после побега салоник появился в афинах два последующих года скрывался за границей а в начале 1997 года осел в греции под именем владимира кесова по одной из версий российские и греческие спецслужбы в 95 году знали о его прибытии однако греция игнорировала просьбы россии установить кто скрывается под фамилией кесова возможно салоника завербовала контрразведка греции оберегая его спецслужб и от бандитов для них салоник был источником оперативной информации в среде русских преступных группировок которые в греции насчитывалось множество 2 февраля 1997 года тело задушенного салоника было обнаружено на мусорной свалке в арибобе в пригороде афин следствие установило что салоника убили ореховские бандиты алексей гусев александр шарапов и александр пустовалов по приказу ореховского лидера сергея бутурина оси в середине апреля 2013 года 27-летний гражданин узбекистана фарук ташматов сбежал из сезона мир три пресня он же пресненская пересылка под видом сокамерника бунида тоже боева ташматов был задержан оперативниками госнаркоконтроля из санкции суда помещен под арест 23 января 2013 года его обвиняли в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере по версии оперативников выходец из узбекистана в москве создал крупную наркодилерскую сеть вмененная ему статья 228 часть 5 после недавних поправок в законодательство предусматривала суровое наказание от 15 до 20 лет лишения свободы однако ташматов с таким вариантом своего будущего согласен не был и 15 апреля из пресненской пересылки сбежал пропажа заключенного было обнаружено вечером 15 апреля при вечерней проверке последственных оказалось что в этот день суд должен был быть отконвоирован его сокамерник бунет тоже боев пойманной на мелкой краже при выходе из камеры ташматов представился сотрудником следственного изолятора тоже боевым и назвал его анкетные данные мужчины очень похоже внешне и практически не владеют русским языком связи с чем подмена обнаружилось не сразу пояснили вовсин в результате в 1150 ташматова под видом тоже боева передали полицейским конвойным и за мвд щукина они отвезли его в 150 судебный участок где мировой судья приговорил его штрафу 20000 рублей и принял решение об освобождении из-под стражи после того как с ташматова сняли наручники он скрылся и найти его до сих пор не удалось по одной из версий за несколько дней до побега ташматов отмечал в сизо свой 27 день рождения а его земляк тоже боев за неимением денег и ценностей преподнес ташматову в качестве подарка побед по другой версии что более вероятно тоже боев получил немалую сумму денег от богатого наркоторговца за за участие в побеге самое интересное что доказать причастность тоже боева к организации побега правоохранительным органам не удалось узбек заявил что он просто спал и не знал о планах земляка в результате его пришлось освободить по тому же решению суда по которому был освобожден ташматов которого кстати до сих пор не поймали после совершенного им дерзкого побега сотрудники сизо выведшие его из камеры были уволены в московских тюрьмах и изоляторах начали действовать новые правила контроля за заключенными также не отзыв заключенного на свою фамилию по требованию охранников будет квалифицироваться как попытка к побегу но самое забавное в этой истории что за три года до этих событий на кпп сизо была установлена высокотехнологичная система электронного считывания и распознавания личности по биометрическим точкам лица человека которая по какой-то причине также не смогла найти различий между двумя узбеками утром 5 сентября 2001 года надзиратель бутырской тюрьмы обнаружил отсутствие в камере трех опасных преступников приговоренных пожизненным срокам за убийство 30-летний борис безотечества 37-летний владимир железогла и 34-летний анатолий куликов вырыли алюминиевыми ложками проход в рыхлом цементном полу докопались до подземного коллектора и ушли по нему в бутырке объявили тревогу отменили все свидания следственные действия и визиты адвокатов слух о том что сбежали три зэка моментально разнесся по камерам и тюрьма загудела пока надзиратели успокаивали заключенных руководство тюрьмы осматривала пробитый полу вас первыми в него спустили спецназовцы и 4 собаки но след они не взяли проплутав около часа сводчатом подземелье затопленном грунтовыми водами бойцы спецназа нашли дверь ведущую в тюремный двор она была накрепко заперта обнаружили они несколько заваленных кирпичами ответвлений ведущих в разные стороны нашлись в тюремных архивах и планы бутырских подземелий но со времени когда они были составлены подвалы несколько раз перестраивали система их оказалось настолько разветвленной и запутанной что поиски могли затянуться на несколько недель тогда руководители гуин минюста рф позвали на помощь столичных диггеров по следам пыли или заметным стрелкам которые оставили беглецы те довольно быстро привели спецназовцев к заваленному кирпичами ходу когда кирпичи разобрали за ними оказалась небольшая штольня укрепленная в нескольких местах досками которые беглецы нашли в подвале обнаружилось и самодельная переноска электрическая лампочка с двумя проводами ею беглецы пользовались при строительстве туннеля через 75 метров штольня вывела поисковиков к пролому в асфальте через который зэки и вышли на свободу на выходе они бросили пыльные робы переодевшись в спортивные костюмы которые им выдали в связи с похолоданием выбравшись из пролома преследователи оказались на территории приемника распределителя для бомжей который примыкает к дому культуры гу мвд москвы здесь уже пригодились и собаки они взяли след и протиснувшись под решеткой окружающий приемник распределитель довели милиционеров до новослободской улице там след преступников был окончательно потерян следователи с помощью экспертов установили что подкоп языки готовили около месяца как всегда действительность оказалось проще вымысла главному герою знаменитого романа стивена кинга побег из шоушенко потребовалось на это почти 20 лет с помощью черенка алюминиевой ложки арестанты по очереди ковыряли пол за парашей а затем расковыряли 20 сантиметровую бетонную подушку и свод подвала в три кирпича отходы производства они выносили в карманах во время прогулок пробив 50 сантиметровую толщу пола они по очереди спускались через дыру диаметром 40 сантиметров подвал на разведку поиски выхода заняли у них не меньше недели о том куда отправились беглец из новослободской улице милиционеры узнали от водителя занимавшегося частным извозом он сам обратился в правоохранительные органы увидев лица своих пассажиров по телевизору по его словам он подобрал троих мужчин примерно в половине седьмого утра в среду то есть в день побега и за 50 рублей отвез их на белорусский вокзал там беглые зэки разделились как потом выяснилось железоглые куликов направились серпуховский район где в деревне липец и проживала сестра куликова вера каблукова куда поехал без отечества остается загадкой 40-летняя женщина встретила брата с товарищем без особого восторга она уже знала что их ищут тем не менее накормила беглецов и даже и стопила им баню но в крови отказала тогда беглецы ушли в лес в восьми километрах от деревни железогла имеющий опыт жизни в тайге с помощью топора пилы и лопаты украденных с какой-то дачи соорудил вполне приличную землянку однако уже 19 сентября кто-то из местных жителей сообщил в милицию что в лесу объявились чужаки похожие на разыскиваемых беглецов серпуховский район тут же перебросили отряд гуиновского спецназа факел оперативников фсб и угрозыска проводить массовую облаву они не стали решив выманить заключенных из леса каким образом это удалось до сих пор неизвестно но 25 сентября куликов и железогла вышли из чаще на автобусную остановку подъехавший к ней автобус был набит переодетыми в гражданскую одежду спецназовцами беглые зэки пытались оказать сопротивление но безуспешно третий беглец борис без отечества был задержан спустя полтора года во время кражи из продуктового магазина в подмосковном поселке тамилина но пожалуй самый по киношному дерзкий побег из российской тюрьмы произошел в исправительной колонии номер 17 вологодской области 22 марта 2012 года над колонии строгого режима номер 17 завис вертолет ми-2 с его борта свисала веревка с перекладиной на конце 36-летний алексей шестаков отбывавший в колонии 24-летний срок за тройное убийство схватился за перекладину и улетел в нескольких километрах от колонии пилот посадил машину чтобы осужденный смог подняться на борт затем пролетев еще несколько десятков километров и приземлившись в районе вологодского окружного шоссе пассажиры покинули машину и скрылись пилот рассказал что его наняли мужчина и женщина для воздушной прогулки когда машина поднялась воздух голове летчика приставили пистолет и велели лететь шекс ну после посадки у вологодского окружного шоссе сообщники связали пилоты и разъехались в разные стороны на месте посадки их ожидали автомобили снегоход однако далеко уйти 6 такого не удалось спустя несколько часов после побега сотрудники уфсин с двумя представителями вневедомственной охраны у мвд россии по вологодской области остановили автомобиль nissan almer а синего цвета в котором ехал шестаков беглец не растерялся достал предположительно взрывное устройство и велел сотрудникам отойти от автомобиля и дать ему скрыться он пересел на место водителя который к этому времени вышел из автомобиля и стартовал в сторону города грязовец вооруженные сотрудники полиции открыли стрельбу по колесам автомобиль остановился шестаков выскочил из него и попытался убежать отстреливаясь из пистолета полицейские бросились за ним стреляя в догонку во время погони шестаков был ранен в бок и его удалось задержать позже следователи возбудили два уголовных дела в отношении беглого зэка по статье 211 угон судно воздушного транспорта и статья 313 побег из места лишения свободы через два дня задержали его сообщников 36-летнего александра русакова и 35-летнюю татьяну вожали ну на допросе алексей шестаков заявил что ни один из надзирателей колонии строгого режима не помогал ему по словам беглеца у него было много возможностей для того чтобы провернуть это дело в одиночку по словам алексея шестакова колонии он был предоставлен сам себе и имел достаточно времени и возможностей для того чтобы организовать аренду вертолета именно это обстоятельство и насторожил исследователей специалисты уверены что иметь такую свободу действий на территории режимного объекта просто невозможно кроме того выяснилось что шестаков колонии имел собственный бизнес зэк торговал мобильными телефонами и спиртным шестаков который на момент оглашения приговора отсидел половину своего предыдущего срока за убийство 12 лет был приговорен к 24 годам заключения первые пять лет ему предстояло провести в тюрьме в одиночной камере оставшиеся годы в колонии особого режима после отбытия наказания на зоне свобода шестакова будет ограничена еще на два года хоть он и выйдет на волю но уезжать из дома без разрешения представителей правоохранительных органов не сможет сам шестаков решение судьи комментировать не стал а его адвоката федора юткина приговор удивил 24 года довольно строгое наказание самое тяжелое первые пять лет в тюрьме это одиночная камера 4 стены часовая прогулка раз в сутки нет он этого не ожидал сказал защитник беглеца татьяну вожали но которые в сми называли любовницы заключенного приговорили к 11 годам колонии общего режима за пособничество побегу в день оглашения приговора вожалина призналась что помогала шестакову по личным причинам но прикольно же вышло и задумка прикольная заявила она прикольно же вышли и задумка прикольная другой пособник уголовника александр русаков до последнего отрицал свое добровольное участие в вертолетном побеге даже перед оглашением приговора он настаивал что не знал в чем дело меня использовали в темную и под наркотиками я не знал на какое дело еду меня не информировали и обманули заявил на суде русаков несмотря на это пособник отправился за решетку на 12 лет в ходе следствия выяснилось что шестаков подключил к побегу сотрудников колонии в частности замначальника колонии александра белоликова за 30 тысяч рублей наличными одежды и спортивным оборудованием тот ослабил наблюдение за шестаковым а также закрыл глаза на различные нарушения распорядка как например незаконное использование сотового телефона по итогам заседаний суд признал белоликова виновным по части 1 статьи 285 укрф злоупотребление должностными полномочиями и части 3 290 статьи укрф получение взятки и приговорил его к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам